В семье у Лимаевых две школьницы. Лия пошла в первый класс, а Велена учится в третьем. Старшая девочка помогала младшей подготовиться к школе. Летом вместе читали и писали. На собственном опыте Велена знает, что в первом классе учиться непросто. По урокам было очень тяжело. Потом в середине учебного года мне легче стало. Мы готовились заранее к этому, к походу в первый класс. Подготавливала я ее, что там все в первый раз пришли, что нужно знакомиться со всеми, дружить. Начало школьной жизни – это серьезное испытание для большинства детей, приходящих в первый класс, поскольку в жизни ребенка происходят существенные изменения. Он должен привыкнуть к новому коллективу, к новым требованиям и повседневным обязанностям. Адаптация к школе, если она проходит комфортно, занимает 5-6 недель. Как понять, что у вашего ребенка возникли трудности, рассказывает психолог. Если он вдруг там замыкается в себе, не хочет идти в школу, у ребенка может быть просто там резко подниматься температура. Все это признаки того, что идет тяжело адаптаться. То есть тут как раз таки момент тут же подключиться к специалисту для того, чтобы это все нейтрализовать, потому что первый класс, он закладывает основу всего того, что будет с ребенком происходить на протяжении 11 лет обучения в школе. То есть как пройдет первый класс, так он и будет учиться дальше. Уже практически определяемся с профессией. И вот это, что для будущей профессии тебе это нужно будет. А что нужно, какие предметы, он меня всегда спрашивает, какие предметы мне больше всего понадобятся. Ну как бы, я ей объясняю, что нужно все знать. Родители не должны требовать каких-то вот больших успехов. У каждого ребенка свой шаг успеха. Радоваться надо каждому шагу, и чтобы эти шаги были, были действительные шаги, чтобы ребенок не топтался на месте. Естественно, любить своего ребенка. У учителя много, 30 детей в классе, он может и не заметить, не похвалить. А родители должны радоваться успеху ребенка. То есть поддерживать во всем. Категорически нельзя, во-первых, что пятерку получил, там, что какую оценку получил. Конечно, сейчас в первом классе оценки не ставят, но все-таки зацикленность на оценках, это не есть хорошо. Потому что все-таки ребенок идет в школу для получения знаний. Очень важно вот эту вот тягу к знанию и развитию. А когда мы акцентируем внимание на оценках, то ребенок научается, ну, действительно, просто вот эти вот оценки приносить. И вот я сделала все, я молодец. А что ты узнал-то, что тебя удивило? То есть вот этот момент очень важный. В комфортной адаптации ребенка к школе существенную роль играет режим дня. Первоклассник должен спать не менее 11 часов в сутки. Полноценной разнообразной питации. В первые месяцы психологи советуют исключить массовые мероприятия, а посвятить это время совместной прогулке. И, конечно же, самый главный совет – общаться со своим ребенком, чтобы разделить с ним радость его первых успехов. Алина Гребешкова, Эльдар Каюмов, Антон Кучерин, Городской телеканал ЮТВ.